Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В чате пишут Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Поэтому не знаю ДimaTorzok 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 Ну, не знаю ДimaTorzok 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 И что мне 19 лет? И что только голос детский? Ну знаете, даже 19 и 30 это очень большая разница, поверьте. Тут коты опять беспредельничают. Ну что вы делаете? Они, видите, голодные и злые. Лет до 23, наверное, это, как правило, еще вообще детский возраст, пока университет не закончишь. Потом, да, потом уже, как работать пойдешь, так уже начинаешь что-то понимать в этой жизни. Начинаешь понимать, да. А до этого времени, да. Так, загон. Особо... Я не буду высокие стены составить, пускай они тут сколько хотят, бегают. Я пока сюда больше никого сидеть не планирую, поэтому мне как бы не жалко. Вот. Хотя кто-то скажет, что и пони тоже, знаете ли, несерьезно в 30 лет поняшками увлекаться, но с другой стороны, как бы, пони такой феномен, который как раз-таки объединяет вполне себе взрослых людей с той точки зрения, что он... Забавно. Дайте мне еще два плода. Во-первых, это, конечно же, взрослые современные фанаты, которых привлек более такой модный и универсальный текущий сериал четвертого поколения. Но, с другой стороны, вот тоже я отношусь к, в основном, девушкам, женщинам, которые полюбили пони еще в свое детство, то есть это конец 80-х, начало 90-х, 90-е. Первое, второе, третье поколение пони. И, как бы, с тех пор тоже любящие поняшек. И, как бы, знаете, это такая вещь, которая, как бы, не особо устаревает с той точки зрения, что они, как бы, показывают, фактически, можно сказать, в какой-то мере наш мир в определенном разрезе. Такое, значит, идеалистическое, может быть, представление о жизни, где, там, допустим, поняшка может заниматься тем, что ей нравится, что, вот, там, Рерити может, там, костюмы шить и все такое. У нее такое... Не бывает, что у нее, там, не бывает заказчиков, она не может что-то продать, да, и ей приходится закрывать свой бизнес. с такой, вот, идеалистический немножко мир, где поняшки живут своими... Тихо, хлоп. Шоу, круто, штука. Где пони могут заниматься своим призванием, без оглядки на какие-то, там, социальные статусы и прочее, прочее, да, там, вот... Нам, вроде, не показывали ни разу такие истории, где бы, там, с поняшек что-то шло плохо, совсем плохо, да, что-то там... Вот, как бы, может быть, ну, я не знаю, можете вы себе представить или нет, что очень многие у нас в России работают не по специальности, а где придется, что в маленьких городах вообще очень сложно с работой, а уж найти работу хоть сколько-нибудь тебе по душе вообще очень сложно. Поэтому, как бы, поняшек такого нету. Они, может, хочешь, хочешь ты там яблоки выращивать, выращивай яблоки, хочешь там еще что-то, делай что-то. Вот нас в Смоленске, допустим, пытались фермеры что-то делать, до сих пор пытаются, но, увы, они просто не выдерживают конкуренции с завозимыми товарами, потому что, допустим, у нас на Смоленщине земля не особо. Чтобы ее обрабатывать, нужны большие средства, вкладывать во всякие там обработку, во всякие... Удобрения и прочее-прочее. В результате, как бы, продукт в итоге получается дорогой, да? И даже на местном рынке его получается продать с трудом, потому что и вот та же картошка дешевле покупать из Белоруссии соседней, чем у нас в Смоленщине выращивать. Поэтому, как бы, не надо быть просто фермером на Смоленской земле, а если хочется, то есть, понимаете, вот в поняшках такого нету, хочется яблоки выращивать, выращивай. И с этой точки зрения очень многих взрослых привлекает такой немножко идеалистический мир. Вот. Побах, флор. Давайте отнесем вот эту фиговину в карьер Индиго, пока светло. Установим ее там. Посмотрим, может быть, она что-то нам накачает. Поэтому взрослым нравятся пони. Они дают им то, чего им не дает обычная жизнь. В какой-то степени. Потому что очень смешно читать комментарии на Ютубе, когда пишут, что «Тома, я смотрела пони, когда мне было 7 лет. Сейчас мне 10, и я о них уже там забыла, или я там уже выросла из них. Короче, я уже не смотрю, а ты вот такая странная, до сих пор пони увлекаешься. Хотя... То есть, понимаете? Это очень забавно наблюдать, потому что в детский и подростковый период каждый год у вас равняется, ну, я не знаю, просто это целая эпоха. То есть, вы, наверное, замечали, что дети разных возрастов очень плохо сходятся, как правило. То есть, если у вас там разница в год, вы уже относитесь совершенно по-другому к собеседнику, да, то есть ну, в матшу или в старшую сторону, да, то есть там буквально каждый год очень критичен. Со временем все это начинает стираться, и все это начинает восприниматься... Можно тут прям поставить? Это же считается за карьер, да? Я не хочу каждый раз вниз бегать. Давайте вот в теньке поставим. Бур для продвинутых. Вот, и что касается отношений к собеседникам, да, что касается интересов, вот после 25-ти вообще уже все едино, что называется. Может быть, десятками начинают меряться. Вот, и в коллективах на работах, и все такое. То есть, уже почти нет этой грани. То же самое в районе интересов. Как бы для взрослых нет ничего зазорного увлекаться чем-то таким. Потому что все взрослые в душе дети, вы не поверите. Вам любой взрослый это скажет. Только в отличие от детей, им уже не положено заниматься детскими вещами, потому что им надо деньги зарабатывать на работах, и все такое. Так, я слышу тревожную музыку. Так что радуйтесь, пока у вас период жизни, когда вы можете смотреть по няшек и не переживать больше ни о чем другом. Так, что-то я, короче, надо отнести кур. Все, мне тут в чате пишут, тут нам отряду. Так, я почитаю чат? Я заговорилась. Что ты больше любишь? Симсы или слайм? Не знаю я. Ну, в плане нет. Симсов я всегда любила, еще с первых их частей. То есть, мне игра всегда нравилась. Это то самое девчачьи дочки-матери, поэтому как это можно не любить? Так, что там еще говорят? Какие фрукты тебе больше нравятся? Груши люблю. Выбери котика или хищные, а не оба коты. Это, наверное, к тому, что мне больше нравится. Так. Да, Тома делится мудростями взрослой жизни. А то. Так. Передай привет. Привет. Мармеладка. Да что ж, он все время прыгает вверх. Так, смотрела мультик Angry Birds. Нет, не смотрела. Что для тебя... Тома, что ты видел? Самое милое. Котики самые милые. Когда будет, мои маленькие расследования, Малитал Инвестигейшнс, не вышло второе дело до сих пор. Так что, как только автор выпустит. Автор, там, по-моему, даже несколько человек сейчас работает. Обзоры пони на следующей неделе. Ты бы хотела оседлать летающего слайма, не пришлось бы джиппаком пользоваться. Ну, на самом деле, я очень им коряво пользуюсь, поэтому я, может быть, была бы не против. Да, вот. Я вот не люблю Малитал Пони с пяти лет. Вот я о чем и говорю, то есть... Это когда было пять лет, а? Сейчас уже я, уже мне семь. Какие пони? Ну что? У меня уже этот... Щенячий патруль! Или что там сейчас еще популярно у детей? Так, кто-то посеял свою единственную Рэмбл, да? В школе. Скука, где приключения? А, Тома? Нету приключений, поэтому в следующий раз мы будем стримить что-нибудь другое. Тома, можешь завтра сделать ролик об игре Малитал Пони? Какой смысл в ролике, если там нет еще обновления? Что мне там снимать? Как я захожу и собираю доход в игре? Ну, честно, у меня очень много пишут комментариев с вопросами, когда будет ролик по игре Малитал Пони. Я понимаю, что она вам нравится, но я совершенно не понимаю, что там снимать в периоды, когда нет обновлений или каких-то мега-акций там интересных, да? То есть, я захожу утром, собираю доход с магазинов. Выключаю игру, все. Захожу на следующий день. Так. Расскажи шутку. Эй, не знаю, у меня ничего в голову не приходит. Погода за окном хорошая, поэтому я, наверное, сейчас еще минут 20 постримим и закончим на сегодня. И вообще закончим, все, мы пойдем гулять. Покажи мышку. Мышка, хочешь еще раз, чтобы тебе показали? Она спит рядом на подушечке. Ммм. Так. Профессия у меня прикладная информатика в экономике. О, как. Это сложно. Если бы ты была сломаном, я бы кормил тебя грушами. Спасибо большое, Бабара. Седьмой сезон. Я смотрела все вышедшие серии. Тома, тебе сложно общаться со своими подписчиками? Ты имеешь какой-то дискомфорт? Или вы относитесь к ним как к друзьям и можете спокойно общаться в удачном стриме? Так, вот на этом, наверное, я поговорю сейчас. Ту-ту-ту-ту-ту-де. Пони новости в воскресенье. Симс понедельник. Играем мэлитл пони, наверное, где-нибудь в середине недели, очевидно. Может, на следующей неделе. Я не знаю, как выйдет. По поводу... Да, я обратно включу. Тяжело ли мне общаться с моими подписчиками? На самом деле, я отношусь к ним скорее как к детям. Ну, не своим, конечно. У меня был опыт работы вожатой. Ну, как, не вожатой. Там так получилось, что я тоже была отдыхающим ребенком. Но это был уже класс девятый, по-моему, наверное. И я попала в отряд не в своих... Не в свои возрастные группы, а в отряд более младше по возрасту. То есть, я была, условно говоря, девятый класс. Ребята там были класс шестой-седьмой. Где-то так. И были чуть младше. Короче, вместо старшей группы я попала в младшую. Так, получилось. Не хватило мне места в том отряде. Вот. И, как бы, я была уважатой на посылках, что называется. Потому что я ей помогала везде всюду водить сборище подростков. Там, на завтрак, на море. То есть, следила там за всеми. Там, полтник, чтобы всем достался. Все такое. То есть, и, как бы, с тех пор я вполне адекватно отношусь к младшим по возрасту. И воспринимаю, скорее, как, что я могу этих детей научить чему-то хорошему. Да, то есть, с воспитательской точки зрения. Вот. И, как бы, так же было, в принципе, в аниме-клубе. Он прозрачный стал. Так же было в аниме-клубе, когда я была на порядок старше, чем наши другие, так сказать. Ну, не все были там. У нас костяк был из организаторов как раз-таки вот старшего возраста. А более младшие члены были уже помладше. Вот. И, как бы, мы организовывали фестиваль у нас в городе. И, как раз-таки, вот другие кастбенды и так далее. Там были ребята все помладше в основном. И тоже я к ним относилась всегда, как, вот, в японском, если вам будет понятно, сэмпайку хай. То есть, ну, короче, как к младшим, которых ты должен как-то за ними следить, как-то им помогать, да, вот. Так, у нас тут приготовилась. Вот с этой точки зрения, короче. И к моим подписчикам у меня тоже отношение такое, что я хочу этих ребят научить чему-то хорошему в этой жизни. На этот раз у меня вопрос к вам, как к человеку с опытом. По делу. Мне 16, заканчиваю школу и вообще не знаю, ли выбранный колледж, или оставаться еще на 2 года. Выбрала профессию повара-технолога, но не знаю, поступлю ли я, и потянули потом работу по профессии. Что можете сказать? Ну, смотри, если ты выбрала повара-технолога, то на самом деле, возможно, имеет смысл, да, спасибо, Валерия, имеет смысл закончить какой-нибудь колледж с этим уклоном. Ну, как правило, ну, у нас в Смоленске тоже есть колледжи, там, ну, насчет кулинарных этих самых и технологов не уверена, но точно знаю, есть курсы, ну, как это, ну, да, курсы по шитью, например, у нас есть в Смоленске индустриальное, допустим, техникум. Вот, мне кажется, имеет смысл, да, заканчивать средне-специальное образование, колледж, вот, или техникум какой-то, и потом, если еще будут проблемы с трудоустройством и будет желание дальше, то можно, конечно, потом поступить куда-нибудь еще дополнительно закончить вуз, если у вас в городе есть профильные вузы с выбранной специальностью, и там сразу после колледжа, как правило, там на второй курс обычно поступаешь, доздаешь предметы какие-то, если там, просто первый курс в университете, он, как правило, очень такой базовый, там почти везде общие предметы, такие как философия, история, там, вот реально базовый, то есть, если ты хочешь именно в нужной специальности работать, да, то даже иметь смысл закончить именно профильный техникум какой-нибудь, потом перевестись на нужное высшее, уже там со второго и дальше курса, потому что первый курс ты ничего не потеряешь практически, там, ну, я говорю, просто вообще общие знания дают, почти всем, примерно все одинаково дают, только если у тебя там уклон на информатику, то тебе больше математики дают, если у тебя уклон в гуманитарию, тебе больше там гуманитарных каких-то дают, а так у тебя уже будут практика в более узких специализированных этих самых, и ты уже можешь потом даже совмещать работу и в вуз, то есть можешь поступить даже на заучку, если есть, и уже выходить куда-то работать технологом, ну, или поваром там, допустим, да, то есть и заканчивать вуз по заучке, при этом уже работая, потому что, как бы, в вузе весело учиться, ничего не могу сказать, вот, но не всегда, как бы, оно это смысл уметь, потому что, особенно вы сейчас уже заканчиваете, я в школу заканчивала еще, мне было 17, вы сейчас в школу заканчиваете, вам уже 18, потому что вы сейчас на год больше, как бы, учитесь, да, вот, и, я даже не знаю, ну, в принципе, если после 9, 10, какой у вас класс сейчас, короче, после среднего, специального, не, после средней школы, не переходить в старшую, сразу поступать в колледж, и после колледжа, там, года три, да, поступать уже в университет, можно так, так, в общем, я считаю, если ты выбрала профильное образование, ты уже точно знаешь, что чем ты хочешь заниматься в жизни, вот эта вот твоя китимарка, то профильное учебное заведение, средне-специальное, хуже не сделает, сделает только лучше, потому что, а вот эти последние два класса в школе, это скорее для тех, кто еще точно не определился, и вот он еще хочет немножко отсидеться, и еще подумать, и выбрать какую-то другую специальность, да, то есть, мне кажется, это вообще, у меня очень много, еще в мои тоже школьные годы, очень многие ребята после средней школы уходили в колледжи, вот, и потом, если хотели, если им это нужно было, заканчивали еще и институт, вот, ну, короче так, я сама заканчивала полные все классы школы, и потом еще в вышку, вот, но, как бы, у меня никогда и не было стремления там, вот, я хочу там быть, не знаю, кем-то конкретным, да, поэтому, как бы, я пошла по более универсальному пути, который мне даст такой диплом, который я смогу применить в довольно разных областях, ну, что, собственно, и вышло, потому что информатика в экономике, это очень расплывчатая, на самом деле, область, вот, поэтому, да, если родители не против колледжа, если они не считают, что прям последние два класса очень нужны, то, почему нет? Я еще говорю, чем узко, если выбрал профиль, то, пожалуйста, узкое образование, а только сделает лучше, то у тебя будет больше опыта в этом конкретном рейтмите. Так, что мы собрали? Собрали мы что-то, что мы можем собрать? Ничего не можем собрать. Спиральный пар, еще, еще, короче, три, да, корольское желе мы не видели, так, глубиной соляной раствор, и тот самый, можно, конечно, попробовать накопить 9000, и посмотреть, что нам даст эта капсула, но я не уверена, что сейчас 9 накоплю, за это оставшееся время. Какие языки ты знаешь? Английский я только знаю. И то на уровне читаю, перевожу со словарем. Так, тут у меня, ты покормленный, бедняга? Покормленный. Молодец, хорошие советы. Ну, я рада, что могу кому-то помочь. Да, своим жизненным опытом. Сердце свелкло. Это мы сейчас... Так, что у вас тут за беспредел? Почему лежит клубника, и никто не ест? И что вы тут все клубнику едите? Сейчас мы, короче, продадим все это. Ну, хватит драться. Все, разоши. Я сегодня так... Опасный. Эээ, что? Сделала на свою голову смесь, да? Но зато прикольнее играть. Главное, чтобы они не убили процессию сбора. Горь тут. Ааа, так. Что делать сейчас в лаборатории? Мы пытаемся на что-нибудь скопить денег. Ты анимешница? Я достаточно долго была анимешницей, до сих пор аниме смотрю, но именно к аниме, фан, сообществу уже отношусь меньше. Ээ, пу-пу-пум. Мм, так. Ты считаешь себя взрослым ребенком? Эээ, нет. Понимаете, нет такого понятия, как взрослый ребенок, потому что взрослые, они в любом случае взрослые, но в душе все равно им будет хотеться того, что вам хотелось с детства. То есть. Ааа, то есть, есть просто категория людей, которые могут себе позволить быть ребенком и во взрослой жизни, а есть категория людей, которые не могут себе это позволить. Но хотят этого все, поверьте. Так. Тома, как ты думаешь, добавят новую музыку в Малитл Пони? Хотелось бы, но чувство ничего нам не добавят. Когда обзор второй части мини-фигурок? Ну, наверное, в среду, потому что понедельник, вторник, Симс. Постараюсь в среду выложить. Узнают ли вас в своем городе? Может быть и узнают, но ни разу не подходили. Ты такая классная. Передай в сниму чату привет. Спасибо большое, леди Блу. Привет всему чату. И вот кто-то отдельно просит привета в чате, вам тоже привет. Всех пересесить не буду. Тома Слайм. Еда, фрукты, любимое блюдо груши. Вид розовый слайм. Мак ест зелененькие волосы и снимает видео. Так, тебе нравится игра Малитл Пони? Да, нравится. О том, насколько вы знаете японский язык. Я знаю японский язык на уровне тех фраз, которые я слышу в аниме. То есть, здравствуйте, до свидания, извините, передайте, пожалуйста, и все такое. То есть, те фразы, которые часто мелькают в аниме, вот их я могу понять и даже иногда сказать. Вот, но все, не дальше. Чисто как попугай. Популярный вопрос в чате. Нет, детей у нас нету, только кошки. Поиграй в мобильную ковальную игру Happy Hop. Посмотрю. Ну, в смысле, посмотрю, может быть, реально поиграю. Ага, ага. Высели ужас. Ну, сейчас. Они, в принципе, и там неплохо, почти. На какие оценки ты училась? У меня золотая медаль и красный диплом. Стрим по Симсам не будут. Кони новости завтра. Тома, для тебя вопрос жизни и смерти. Моя подруга хочет стать видеоблогером, но все отказывается и боится. Говорит, что нужен совет от настоящего блогера. Я хочу спросить, нужно ли ей делать канал. Так, ну вот на этот вопрос я тоже могу чуть порассуждать, а мы дальше поиграем. Когда я делала канал, у меня не было мысли, что я хочу стать видеоблогером или что-то там еще. Мне просто хотелось сделать видео. Соответственно, если подруге просто хочется делать видео, делиться им с другими, конечно же, надо делать. То есть, это просто тот же способ самовыражения, что рисование, сочинение музыки, снимание видеороликов и так далее и тому подобное. Это просто наш способ общаться с внешним миром, с другими людьми. То есть, вот нам пришла какая-то идея в голову. Ну, мы же не можем просто так пойти ее там первому попавшемуся на улицу высказать. Мы можем ее как-то оформить в творческом виде. Будь то рисунок, музыка, видео, что угодно. Да, там, крафтовая какая-то вещь. Мы ее можем оформить и, так сказать, отнести в мир в этом виде. Рассказать другим о том, что мы хотим сказать, что нас вот в этот момент беспокоит. И если есть у подруги, ну, как бы, потребность в самовыражении, то, конечно, стоит этим заниматься. Потому что, особенно, это тренирует и... Спасибо вам за совет. Теперь уже меньше сомневаюсь. Да, я сейчас уделяю. Но родители говорят оставаться, чтобы идти на переводчик, ибо у меня к языкам способности есть. Но я боюсь, что там сильно сложно для меня будет. Да и готовить это проще и интереснее. И в Варпос не по теме. Смотрели Резьера? Большое спасибо, Валерия. Значит так, вопрос про подругу видеоблогера. Короче, если у подруги есть желание самовыражаться через видео, то, конечно, стоит. Если ей хочется просто быть модным видеоблогером, как это говорится, то нет. Потому что надо всегда идти просто от того, что вам это хочется делать. Если вам это хочется делать, тогда большой шанс, что это понравится другим. Потому что, когда вы делаете что-то через «не хочу», это очень чувствуется. И на аудиторию она это плохо реагирует. То есть, вот я когда делала, начинала канал, я вообще ни о чем не задумывалась об этом. Я просто хотела делать видео, я просто их делала, и потом уже, как бы, все это завертелось. Надо идти от того, чтобы вам самим хотелось этого делать, и хотелось на это время. Валерия, еще раз большое спасибо. Значит, смотри, ну, во-первых, да, вопрос образования, всегда надо согласовывать с родителями это в любом случае. Потому что, если не согласуешь, они тебя потом до конца жизни этим будут клевать. Вот, поэтому тут лучше убедить их в чем-то, да, конкретном. По поводу переводчика. Потому что, смотри, как бы, если ты живешь в крупном городе, Москва, Питер и так далее, и тому подобное, где есть потребность в переводчиках, серьезная потребность в переводчиках, то есть много больших фирм, которым нужны переводчики для общения с иностранцами, там, и так далее, и тому подобное, то имеет смысл. Если живешь в небольшом городе, то, на самом деле, это не очень хорошая затея, потому что переводчики получают мало. Ну, как мало? Сложно найти такую работу для переводчика, на которой бы ты постоянно получала достаточное количество денег. Потому что, обещаю сейчас почему, многие думают, что переводить это достаточно просто, что это вот взял словарик, перевел, и все, и выплюнул, что называется. Человеческий потенциал лучше машинного перевода тем, что он просто может предложение более правильно составить, да, но при этом не обязательно оно будет точный перевод или грамотный. Поэтому очень многие фирмы совершенно не стесняются заказывать на том же фрилансе, там куча сайтов есть, просто берут студентов, кидают им текст, они им там за 100 рублей, грубо говоря, переводят, и они допускают дальше их это устраивать. То есть качество перевода сейчас ценится очень редко, только реально теми фирмами, в которых от этого что-то зависит. То есть если там надо какой-то перевести супер важный контракт, договор с иностранной корпорацией, то, конечно же, такому переводчику будут платить много. А если это просто какой-то вот такой, какие-то статьи, какие-то там туда-сюда, это не особо ценится, к сожалению, потому что считается, что этим может заниматься кто угодно. Студенты, женщины в декрете, которым нечем заняться и так далее, тому подобное, потому что найти слова в словаре и закинуть их в более удоваримую форму, как считают многие, достаточно просто, и денег за это предлагают мало. Поэтому если есть перспективы нормальной переводческой работы, то есть реально, допустим, ты живешь в городе, где есть фирма, которой 100% нужны такие люди, и ты можешь к ним потом пойти на стажировку и так далее и тому подобное, то, возможно, имеет смысл послушать родителей. Если нет, то, увы, да, сейчас вот все эти работы, связанные с интеллектуальным трудом, реально очень сложно найти нормальное, прибыльное место, чтобы потом можно было на это хотя бы прожить. Да, вот, собственно, Крис у нас живой пример, который не смог найти хорошую работу переводчикам в маленьком городе, как Смоленск. Вот, поэтому такая вот печальная история. Хотя ему нравятся тоже языки, у него способность, он вот и японский сейчас учит, знает уже английский, немножко французский, но ему это совершенно не помогает, как бы, заниматься тем, чем им бы хотелось бы. Да, денег это, короче, мало приносит. Поэтому только с той точки зрения, что если есть уверенность, что вы сможете в своем городе реализоваться, или вы планируете, вас родители планируют отправить куда-нибудь учиться в Москву, там еще куда-нибудь, и планируют, чтобы вы там остались, то, может быть, послушайтесь. Но вот, кстати, как женщина, могу сказать, что умение готовить реально штука полезна. То есть профессия повара, это вообще очень классная штука. Я, у нас, когда в школе на трудах потом на профильные в последних двух классах отсеивались, я, конечно, пошла на информатику, но очень многие девочки сделали по-умному и пошли на повара-технолога, вот как раз-таки УПК у нас-то называлось, ну, дополнительные курсы вместо трудов-уроков, да. И это реально полезная в любом случае вещь, потому что готовить вам всегда надо будет уметь, даже если там не мужа кормить, то самой питаться. И классно готовить, это всегда будет вам поднимать настроение, есть вкусную пищу, то есть не тратить много денег на какие-то там рестораны, когда вы можете сами все прекрасно готовить. То есть чисто с житейской точки зрения образование повара, это очень классно. У вас будут большие шансы найти хорошего мужа, который вы заманите своей едой, и вообще можете сидеть потом дома и не работать, только кормить его вкусными плюшками, на самом деле. Вот, поэтому, как бы, тоже, кстати, можете сказать родителям. Я люблю тебя, точка, а тебе из покемонов нравится. Спасибо большое, Леди Блуд. Ну, Пикачу мне нравится из покемонов. Короче, вот тоже можете сказать родителям, что если они вас видят как женщину-карьеристку в будущем, то, конечно, вам, наверное, лучше идти на переводчика. Но если они вам хотят нормальной, спокойной семейной жизни, то, конечно, колледж на повара вещь может быть более разумная. Тут уже, смотря, какие у вас в семье приоритеты, то есть как у вас, в принципе, это из поколения в поколение идет. Вот, насколько у вас карьеристы или просто лишь бы нормально пожить. Вот, так что решайте, пока еще время есть. Смотрела ли я темного дворецкого? Смотрела. Как ты относишься к вчерашней ситуации про обман с обновлением? Имеется в виду вот тот скриншот, что, типа, обновление вышло. Ну, как сказать? Просто заходишь в Google и в Play Market и проверяешь, и там ничего нету. Ну, как бы, оно выходит сразу во всех странах. Нет такого, что там, если это не региональное, в принципе, отличие. Вот, допустим, Pokemon Go есть в Штатах, но нету в России, да? А если уже приложение есть и там, и там, то обновление у них выходит и там, и там сразу. То есть, нет такого, что там в Штатах оно вышло, в России не вышло. Но если выходит, то выходит, и проверить его наличие очень просто. Зашел да проверил. Вот, поэтому Photoshop это не это самое. Мне постоянно вот в альбом с новостями кидают кучу фотошопов, которые они берут где-то из Инстаграма, еще так далее. Это фейковые игрушки, которых никогда не было и не будет там. Актеры, озвучки какие-то там прифотошопленные, еще что-то, еще что-то. То есть, как бы, не проверяют информацию, просто тащат. Я к этому отношусь совершенно спокойно, вот, просто удаляю. То есть, ну, я понимаю, что, как бы, в силу возраста просто еще не хватает сообразительности проверить источник и все такое, там, подобное. Ну, окей. Да, кстати, там вопрос в чате был про, видела ли я соломку, вот эту цветную в новости, в альбоме. Да, видела, наверное, ставлю в новости, посмотрю. Ну что, сделать еще одну часть? Ну, ладно, давайте сейчас сделаем перерыв на 5 минут, раз у нас тут вроде как общение более-менее идет. Давайте попробую постримить еще одну часть, может, все-таки докоплю 9000, эти несчастные, не знаю, в общем. Ну, и пообщаемся, раз уж вы, раз уж общаемся, да, сидим. Сейчас перерыв на 5 минут, я попью водички, и потом снова продолжим. Продолжение следует...